домик ну конечно мы хотим снести построить новый оставляешь меня одну вот и сейчас 4 утра я сижу в машине еду дальше 13 километров вот такая вот пробочка классные дороги какая была коррупция на границе такая и осталась друзья дорогие я хочу вам что-то рассказать вот смотрите говорила олегу не эти в украину он собрался решил поехать сумасшедшие решил поехать сейчас он пандемия сейчас неизвестно что с этими зонами такой период и но он очень хочет потому что лежак расскажи два слова ребята ну почему еду скажу что еду первый раз посетить наши владения которому свиточкой приобрели вот мы купили 4000 4000 квадратных метров земли получается 40 40 соток вместе с домиком в деревне домик ну конечно мы хотим снести построить новый и хотим вот там сделать так как мы хотим на нашу старость на нашу пенсию так сказать и я вот еду первый раз посмотреть там нужно нам все заросло как в джунглях немножко почистить все это и посмотреть на это показать это вам на связи будем пока пока счастливой дороги любовь моя мне там пиши если что окна закрой счастливого пути дорогой оставляешь меня одну знаю я быстро ко мне туда и обратно ладно так Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Субтитры создавал DimaTorzok Дальше к Украине Но пока дороги свободны, посмотрим что из этого получится Посмотрел ситуацию на границе, тоже вроде бы свободно Надеюсь пока приедет, такая же обстановка останется Все-таки вот ситуация такая, что все время менялась И я не знал как лучше лететь на самолете как на машине Но все-таки решили коней на переправе не менять Потом вот здесь отсюда я дальше на самолете Но я еду дальше на машине Так что посмотрим что из нашего приключения получится Оставайтесь на связи 5 утра 25 минут Я уже час как в пути Что хотел сказать Вот я еду сейчас по польским дорогам И приятно удивлен Что последний раз я ехал по этой дороге В 2006 году Сейчас уже отстроили новый уже автобан получается Скоростная дорога Двухполосная В одну сторону И в другую И очень приятно что сейчас вот молодцы Боляки сделали дороги По сравнению с как раньше было Едешь разбитой дорогой Едешь 90 км в час Сейчас спокойно можешь ехать Как видите дорога абсолютно пустая Я еду в сторону Люблина Супер просто прекрасно 17-я дорога Одно наслаждение ехать Не сравнить с тем что было Много лет назад Молодцы поляки То есть они Улучшают свой образ жизни Браво большой им комплимент Ребята вот я подъезжаю к границе 13 км представляете И вот за 13 км вот такая вот Пробочка из грузовичков Организовалась Ну может быть потому что Сегодня воскресенье И не пропускают Я не знаю почему так Ну и все легковушки вот так вот Обгоняют и едут Поэтому я тоже просто обгоняю и еду Посмотрим как это дальше будет выглядеть Ребята я поехал на границу Посмотрим Дальше будет проходить процесс Ребята ну вот я еду уже по Украине На границе я простоял 55 минут То есть я попал как раз на пересменку На польской границе там поляки Пересменка у них была без 15.8 Поэтому немножко продлилась А так все быстро очень быстро прошло У поляков немножко как бы чуть дольше А на украинской границе вообще там Паспорт посмотрели Печать поставили Счастливой дороги Вот так сейчас выглядит у нас Украина Еду на Украине Мне где-то 600 км ехать Ну надеюсь к вечеру доберусь Классные дороги Даже если быстро захочешь не поедешь У яма осторожно Ну что, ребята, вот наше новое хозяйство. Сюда мы заехали, все, конечно, заросло, здесь начинается, вот и заходим на участок, видите, в каком состоянии, здесь долго не было хозяев, поэтому все это будем пилить, убирать. Заросли, ну тут к погребу так все проложено, да, я видел там, там это проложено. А ну что здесь за замки, тогда как? Ё, там как-то амбарский. Так, а что здесь? Ёбалки-палки. Ну крутой, смотри какой тут, тут еще что-то, какая-то пристройка, смотри, видишь? Нет, только я не вижу ключа. А может быть это те, это, Даня, принеси те связки там. А шестигранники? Да, да, шестигранники. Ну что, вот второй день, на второй день выглядит наш объем работы проделанный. Так выглядит, повалили тут много деревьев. Юра вчера пилил. Вот так вот выглядит это дело. Ну работы конечно еще много, сегодня мы хотим допилить, снести все на огород, весь лес. Сегодня работаем с музыкой. Вот так вот, здесь предстоит все еще спилить, убрать. Вот такой вот фронт работы нам сегодня еще предстоит. И вот сюда мы будем все сносить. Погода чудеса, ночью был дождик, сейчас с утра хорошо, свежо. Будем работать. Ну а потом еще я покажу, как это будет выглядеть опосля. Погодаежка. Наш главный помощник Даня, почти весь убрал участок сам. Мы так слегка ему помогали. Ну что, вот оно, наше поле, наш участок, который уходит туда вниз еще далеко, и там в низине красивый тенек, деревья растут, там мы сделаем прудик, поставим летний домик и будем отдыхать. А теперь давайте посмотрим, что мы сегодня сделали. Вот, вот эта огромная куча тех веток, что мы сегодня напилили, натаскали сюда и сейчас зайдем на нашу территорию, наш участок, где будет потом стройка. Так, ну вот, вот видите, что осталось после бомбежки. Все разбомбили здесь, Юра до сих пор бомбит. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Чтоб Даню не снести. Хе-хе-хе. Ты будешь стоять? Давай. Опа. Да, вот смотрите, здесь все было заросшее, да, все, весь участок, вот, такое количество дров уже на будущий, на наш костерчик, так, вот такая красота здесь. Попробовать дрона запустить, посмотреть, как этот дроном выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь были джунгли, просто джунгли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как это сейчас выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте выйдем на улицу, посмотрим, как это выглядит. Какая красота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь раньше с улицы вообще ничего не было видно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот сейчас вот так это выглядит с улицы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наша территория. Здесь будет стоять в будущем домик, который будет сделан по нашему проекту. Мы сами все придумали. Вот. И еще идея такая, что здесь сверху, где сейчас погреб, будет стоять гараж. Ну, вот так вот сейчас выглядит наша территория для застройки. Раньше можно... Нельзя было к соседу посмотреть, да? Сейчас можно увидеть соседа. Доброе утро, ребята. Сегодня суббота. Конец августа. Да, кстати, какой сегодня? 29-й. Даже не знаю, какое сегодня число. Так, я вот уже... Да, 29-й сегодня, августа. Подходит к концу моего путешествия, которое длилось с прошлого воскресенья по сегодня. Я сейчас нахожусь в Варшаве. Вчера приехал из Киева, ночевал здесь. И сейчас вот сел в машину, поеду в Германию. Ну, было интересно. Мне все понравилось. В Украине были ли приключения? Скажу коротко, что ничего не поменялось за 20 лет. В том плане, какая была коррупция на границе, такая и осталась. В плане, что охотно берут и требуют взятки. Вот. Как-нибудь дальше расскажу, как это было там. Ну, а в целом мне везло. Ни разу меня полиция не останавливала. Все было хорошо. Технических проблем тоже не было. Что мне понравилось? Бензин почти в два раза дешевле, чем здесь. Мне понравилась еда в Украине. Все очень вкусное. Овощи, фрукты. Мне очень понравились херсонские арбузы. Очень такие смачные. Насыщенные, вкусные. Не сравнить с тем, что продают здесь в магазинах, в супермаркетах. Вот. Помидоры, огурцы, мясо. Но все намного вкуснее, чем здесь в Европе. А сейчас пока оставайтесь на нашем канале. Я поехал в Германию. Субтитры подогнали Симон.